МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К выполнению поставленных президентом в послании Федеральному собранию задач приступить необходимо немедленно, не дожидаясь письменного поручения главы государства. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. В послании прозвучали стратегические цели развития государства на ближайший год, цели и способы работы различных отраслей государственной власти, включая исполнительную. Россия переживает непростые времена, поэтому правительство ставит цель продолжить стабильное развитие экономики, социальной сферы, государственных институтов. О некоторых решениях было объявлено сразу после оглашения послания президента. Премьер-министр Дмитрий Медведев собрал заседание правительства. Сегодня мы перераспределяем субсидию федерального бюджета, увеличиваем софинансирование региональных программ, по которым многодетные семьи получают ежемесячные выплаты, сказал Дмитрий Медведев. Общая сумма вырастет на 925 миллионов рублей, и в целом она превысит 14,5 миллиардов. Кроме того, по словам премьер-министра, будет обеспечена правовая основа для софинансирования аналогичных выплат для семей, где один или несколько детей усыновлены. Также он сообщил, что подписал постановление правительства о государственной программе, направленной на создание в России доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Благодаря этой работе, которая уже проведена, удалось ослабить многие проблемы, с которыми сталкивались инвалиды. Более 327 миллионов рублей получат бюджет НАУ из Фонда обязательного медицинского страхования в следующем году. Федеральные дотации будут направлены на финансовое обеспечение учреждений здравоохранения, которые в 2016-м перейдут в систему ОМС. Об этом сообщила руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ниналь Семяшкина. Какие еще расходы ждут ведомства в следующем году, детально обсудили на комиссии по экономической политике и бюджету. Сфера здравоохранения – одна из приоритетных для округа. В условиях Крайнего Севера здоровью жителей региона уделяют пристальное внимание и бюджетных средств на это не жалеют. А наоборот. Так участников комиссии всерьез обеспокоил вопрос, хватит ли средств Фонда обязательного медицинского страхования тем сельским учреждениям, которые перейдут в эту систему в 2016-м году. И не пострадает ли качество предоставления медицинских услуг. В течение года мы посмотрим эффективность работы в Крайнего Северной амбулатории дневного стационара. А там мы предусматриваем кроме амбулатории дневной стационар, в котором с учетом юридической возможности будет обеспечено трехразовое питание. И в случае необходимости будет организовано дежурство с тяжелыми пациентами, либо их подальнейшее выздоровление будет существоваться там, по истечению дежурства, либо они будут направляться в медицинскую окружную больницу по показаниям. Если система покажет свою жизнеспособность, то и все остальные сельские учреждения здравоохранения перейдут на обеспечение Фонда обязательного медицинского страхования, отметила Нинель Семяшкина. На финансирование медицинских учреждений, которые останутся на окружном обеспечении в 2016 году, запланировано более 840 миллионов рублей. По сравнению с годом прошлым, участники комиссии отметили рост расходов. Ведомство объясняет это удорожанием лекарств и, как следствие, лечения, а также удорожанием тарифов ЖКХ. В эту же статью ведомство включило расходы на организацию питания в медучреждениях. Со следующего года она тоже претерпит некоторые изменения. С 11 января 2016 года, если всё будет нормально, подпишем контракт, это аутсорсинг, показания питания. Это Нинецкая окружная больница, это противопоколизный диспансер и дом-интернат пристрел. Электронный аукцион на оказание услуг по аутсорсингу уже провели. Единственным, кто подал свою заявку, оказалась московская компания «Медфуд». Заключат ли с ней контракт, доподлинно, пока неизвестно. Как и в случае с системой ОМС, депутаты засомневались в правильности такого решения и рекомендовали департаменту проработать этот вопрос совместно со счётной палатой. Более 30 миллионов рублей департамент предусмотрел на проведение текущего и капитального ремонта медицинских учреждений и почти столько же на приобретение основных средств. Здесь депутаты оказались единодушны по вопросу закупки дополнительного оборудования для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Сократить период ожидания на приборы, которые требуются диагностика колтера. Никаких сомнений у депутатов не вызвала строка бюджета о субсидиях на компенсацию за наём жилья врачам и среднему медперсоналу. Сумма вопроса – более 26 миллионов рублей. На финансовое обеспечение содержание колл-центра в 2016 году направят более 2,5 миллионов. Кроме прямой функции учреждения – принимать заявки населения на запись к врачам – организация несёт и функцию социальную. В колл-центре работают люди с ограниченными возможностями здоровья. Здесь депутаты выразили к ведомству особую просьбу – посодействовать в утеплении их рабочего помещения. Более 148 миллионов рублей субсидий направят на оплату транспортных расходов по перевозке медицинских бригад в населённые пункты округа. Несколько миллионов медучреждения получат на покупку лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета. Более трёх миллионов – на оказание наркологической помощи. Серьёзные средства будут направлены на предоставление бесплатной зубопротезной помощи старшему поколению и жителям населённых пунктов округа, которые относятся к традиционным местам проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС. Пожалуй, самая большая статья расходов в бюджете – более 2 миллиардов рублей. Эти средства направят на социальное обеспечение и иные выплаты населению Ненецкого округа. В целом бюджет ведомства составил чуть более 4,5 миллиардов рублей. По итогам комиссии депутаты поручили ведомству предоставить дополнительную информацию о переходе в систему ОМС, провести дополнительную разъяснительную работу с медиками, проработать совместно со счётной палатой вопрос организации питания и решить вопрос с закупкой дополнительного оборудования для диагностирования сердечно-сосудистых заболеваний. Социальные расходы в Ненецком округе превышены почти в 3,5 раза. Наш регион занимает 77 и 78 место по соотношению социальных и инвестиционных расходов в исследовании Института стратегического анализа. Эти и другие данные вошли в рейтинг фонда «Петербургская политика» за ноябрь этого года. Фонд проводит мониторинг важнейших социально-политических событий в субъектах России за прошедший месяц. В качестве позитивных, как правило, выделяются события, связанные с улучшением экономической конъюнктуры, привлечением инвесторов, реализацией новых проектов и другие. В свою очередь, к негативным относятся события, указывающие на рост социальной, экономической, политической и внутриэлитной напряжённости, активное вовлечение правоохранительных органов в политический процесс. По итогам мониторинга, Ненецкий округ находится в рейтинге среди регионов с высоким уровнем устойчивости. Вместе с нами ещё 16 субъектов, такие как Ханты-Мансийский автономный округ, Томская область, Мордовия и другие. Чуть впереди нас в рейтинге с максимальной устойчивостью Ямальцы и Ленинградская область. А вот Санкт-Петербург оказался в рейтинге ниже нас. Среди позитивных событий, произошедших в нашем регионе в ноябре, отмечены встречи губернатора Игоря Кошина с топ-менеджерами компании «Башнефть» и «Лукуэл», на которой обсуждались планы развития совместного предприятия «Башнефть-Полюс». Презентация губернатором Игорем Кошиным в рамках «Дней Арктики в Москве» проекта строительства порта Индига. Открытие в СПК Пути Лича в поселке Харьягинский быстровозводимого убойного комплекса. Его собрали всего за пять недель. За смену, которая длится 10 часов, здесь возможно обработать порядка 400 голов. Для СПК Пути Лича это первый собственный убойный пункт. Раньше рогатых животных кооператива забивали в Харивере. Это для нас выход из положения, который тянулся много лет. В связи с глобальным потеплением мы не можем бить за бой. И поэтому вот этот современный убойный пункт, можно сказать, независимый дает нам от погоды. Мы можем бить при температуре минус 2, не дожидаясь минус 12, минус 10. Модульный комплекс Пути Лича построил на собственные деньги. Часть затрат, благодаря специальным программам субсидирования, компенсировала администрация региона. Стоимость убойного пункта составила чуть больше 70 миллионов рублей. Если сравнивать по финансовым затратам, то можно просто вспомнить, примерно собирались построить в поселке Индига аналогичный убойный комплекс. Цена его достигала 150 миллионов. То есть, этот, скажем так, в разы дешевле. Поэтому здесь само хозяйство строило, оно само определяло, что им нужно. Определяло приоритеты, конфигурацию и все производственные параметры. До конца года на модульном комплексе СПК планируют забить порядка 10 тысяч голов оленей. Большая часть мяса по зимнику попадет на переработку в Наринмар. Не осталось без внимания и политика, которая ведут в регионе в отношении предпринимателей. Установление собранием депутатов налоговых льгот для малого бизнеса позволило Нинницкому округу взлететь в рейтинге среди положительных событий Северо-Западного федерального округа. Принятый закон предусматривает ряд налоговых режимов для некоторых видов предпринимательской деятельности. Первый – это распространение налоговых каникул для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в сфере водовых услуг. Второй закон касается расширения видов деятельности, применения патентных видов. Добавляется 16 видов. Это касается производства молочной продукции, производства хлебопулочных изделий. Для налогоплательщиков, которые применяют упрощенную систему налогового обложения и применяют расчеты дохода 6%, снижать на уровне субъекта до единицы. Мы пошли именно максимально приятным путем для наших налогоплательщиков, которые работают у нас в округе, именно снижением максимально до единицы. К положительным событиям отнесено и установление трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений самого высокого в России минимального размера оплаты труда. МРОД, установленный в НАУ, вдвое превысил федеральный. На региональном уровне он составляет 12 420 рублей. При этом федеральный МРОД составляет около 6 тысяч рублей. 82-е место Ненецкий округ занял по уровню кредитной нагрузки населения по данным Объединенного кредитного бюро. 14-е место по депозитам физических лиц на душу населения. 77-е, 78-е место по соотношению социальных и инвестиционных расходов в исследовании Института стратегического анализа компаний диспропорций региональных бюджетов. По словам директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева, это явный структурный перекос в бюджетной системе регионов. Необходимость выполнения социальных обязательств, закрепленных в первую очередь в майских указах президента 2012 года, приводит к опережающему росту социальных расходов и ввиду ограниченных возможностей урезания остальной части бюджетов регионов, увеличивает бюджетный дефицит. Учитывая структурный характер нынешнего экономического кризиса, следует признать важность данной проблемы и предпринять меры к исправлению сложившихся диспропорций. И меры уже принимаются. Социальная политика региона меняет свое направление на принцип адресности и нуждаемости. Отстаем мы по нескольким параметрам. 75-е место в рейтинге «Кому на селе жить хорошо» в нем мониторится зарплата сельхозработников. В Ленинском округе по отношению к средней по региону она составляет 38,5%. А по строительству жилья на душу населения, по данным Росстатам, округ занимает 73-74 место. Ирина Цепитова, Телеканал «Север». Теме строительства жилья в регионах посвятили сегодня селекторное совещание, которое с регионами провел министр Минстроя. В совещании приняли участие руководители органов исполнительной власти субъектов, руководители органов государственного жилищного и строительного надзора. Представители службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также представители территориальных центров общественного контроля. Как было отмечено в ходе заседания, только два региона, Москва и Ненецкий округ, на сегодняшний день расселили весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым на 1 января 2012 года. Причем выполнили программу своими силами без участия федерального бюджета. О проблемах переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитальном ремонте многоквартирных домах говорил сегодня в ходе селекторного совещания министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень. По его словам, обе темы имеют серьезное социальное значение, и к ним приковано самое пристальное внимание не только высшего руководства страны, но и самих граждан, так как они затрагивают интересы почти каждого жителя. В связи с этим наиболее подробно обсуждались вопросы собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Закап ремонт не платят не только граждане, но и муниципалитеты. Но когда сами муниципалитеты в ваших же регионах являются вот такими крупными должниками, это не вы не объясните, и я не руководство страны не смогу объяснить. Это просто означает только одно, что вы не контролируете ситуацию в своих регионах. Кстати, в Ненецком округе собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в среднем по региону составляет 83%, и это хороший показатель. Также на совещании министр говорил и о профессиональной квалификации руководителей региональных операторов, активизации информационно-разъяснительной работы среди населения о ходе и результатах реализации данных государственных проектов, ответственности местных чиновников и подрядных организаций за качество жилья, в которые переселяют граждан из аварийного жилого фонда. Во время видеоселектора были заслушаны регионы, где, на взгляд, министерства имеются наибольшие проблемы. Ненецкий округ на связь с ней вызывали. В Наримаре продолжает работу масштабный молодежный форум «Наследники Победы». В столицу региона съехалась молодежь со всего округа. Около 200 представителей молодежи Ненецкого округа съехались в столицу региона. Они принимают участие во втором региональном патриотическом форуме «Наследники Победы». Программа форума рассчитана на 6 площадок и 3 дня. Чему учат молодежь, расскажет Валентина Чибичек. Именно так проводила досуг молодежь, когда не было компьютера и интернета. В свободные минуты парни и девушки предпочитали не виртуальное, а реальное общение. Играли в челнок, устраивали кулачные бои, водили хороводы. Знаток русского фольклора Анастасия Колесник считает, забавы наших бабушек актуальны и сегодня. «Ребятам, в первую очередь, они дают возможность быть более коммуникабельными, позволяют им легче адаптироваться в социуме. Они помогают им раскрывать какие-то свои способности, талант, помышают их эмоциональный фон». Возрождение старинных забав и праздников – основа площадки «Арт-квадрат». Ребята, кажется, и сами не ожидали такого эффекта. Вроде ни клуб, ни дискотека, а какой из арт. В зале напротив «Азарт спортивный» – это площадка «Беги за мной». Она объединила почитателей здорового образа жизни. «Браво! Ещё раз смотри!» Красотой своего тела они хотят спасти не только мир. Девушки из населённых пунктов с помощью спорта и физкультуры скрашивают досуг. В прошлом году после молодёжного форума участница из НИСИ привезла аэробику в родное село, а в Коткино впервые прошёл фестиваль ЗОЖ. Эти небольшие достижения участников – задача каждого форума. «Наша задача не только для того, чтобы на федеральный уровень представить проекты. Главная наша задача – всё-таки реализовать вот эти направления молодёжной политики, главные, которые на сегодняшний день в поселённых пунктах нашего округа. Это самое главное. Чтобы там молодёжь не затихала, не заглухала, а всё-таки тоже жила, действовала и развивалась». Именно поэтому почти половина из 200 участников – молодёжь из населённых пунктов. Ирина Чурсанова приехала из Харуты. Площадку «Доброволец» выбрала не случайно. В родном селе девушка хочет организовать информационный центр. «Побывала здесь, мне захотелось стать координатором. Мне захотелось что-то принести для нашей молодёжи, чтобы чему-то научить, обучить их. И вот после того, как я побывала здесь, я приехала и подала свою заявку на координаторство». На форум приезжают и те ребята, которые хотят освоить азы бизнеса. Для них работает площадка «Ты предприниматель». Здесь мастер-классы ведут авторы продаваемых проектов и действующие бизнесмены из Тюмени. В Наринмар они привезли деловую игру «Завод». «Помимо того, что они будут завязывать деловые отношения, конечно же, они будут завязывать отношения не только с покупателями, но и с поставщиками. То есть им нужно будет закупать сырьё, договариваться о стоимости и так далее. Более того, это сырьё им нужно будет переработать, превратить в готовый продукт и продать своим клиентам». Участникам самой многочисленной площадки «Мой выбор» предстоит познакомиться с культурой избирательного процесса. И пусть никто из них ещё ни разу не голосовал на выборах в силу возраста, они хотят всё знать из первых уст. «Это именно теория поможет мне в профессии по правоведничеству. Очень интересно рассказывают, рассказывают практики. Это мне, я думаю, может пригодиться». «Была практическая игра, мы заполняли документы кандидатов в депутаты. Мне очень понравилось, много было информации, если в последующем мы захотим участвовать в этих выборах, чтобы мы уже знали, были подкреплены». Спикерами на площадке молодых избирателей выступили депутаты окружного собрания, представители исполнительной и судебной властей, средств массовой информации. «Для любого начинающего политика и уже даже серьёзного политика необходимы знания, каким образом он должен сотрудничать с органами власти, какие лица там работают, для того, чтобы ориентироваться, куда обратиться с решением вопроса. А тем более, если они претендуют быть депутатами или главами муниципальных образований, или должностными лицами более высокого уровня, конечно, эти знания им необходимы». Бизнес, игры и мастер-классы рассчитаны на три дня. Затем все достижения участников будут представлены на ярмарке. Авторы лучших проектов получат возможность презентовать свою работу на всероссийском уровне. Валентина Чебичик, Роман Велимарский, телеканал «Север». Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова